Встреча с прекрасными музыкантами, звездами, мировой сцены. Здравствуйте! Сегодня в новом выпуске программы «Рандеву» мы поговорим о красоте. О красоте внешней, которая влияет на настроение, о красоте мыслей, которая приводит дизайнеров к прекрасным идеям. Мы поговорим об одежде, о моде, о брендах, об экологии, о том, к чему нужно быть готовым молодым кутерье в современных реалиях. Нас ждет интересный разговор с Евгенией Петровной Далматовой. Евгения Далматова, заведующая кафедрой дизайна костюма и индустрии. Индустрии моды Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени Кречкова. Доцент, кандидат технических наук, член жюри международных и федеральных конкурсов. Стаж работы в индустрии моды более 40 лет. Преподает дисциплины и курсы, брендинг и мерчендайзинг в дизайне, инновационный текстиль, история домов моды, костюм как искусство 21 века, основы материаловедения в дизайне костюма, концептуальное дизайн-проектирование, мода и экология, формирование тенденций в дизайне. Евгения Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Большое спасибо, что приняли приглашение стать гостей программы «Рандеву». И нам сегодня интересно и любопытно оказаться на новой съемочной площадке. А я тоже рада приветствовать вашу программу, потому что смотрим, подсматриваем, интересуемся культурными событиями и людьми нашего города. Поэтому, конечно, тоже очень приятно, что наш университет принимает такую замечательную программу с вашим непосредственным сценарием, участием и вашим видом. Большое спасибо. Очень-очень приятно. Но вы, конечно, специалист уникальный и мастер своего дела с большой буквы «мастер». В индустрии моды более 40 лет. Я представляю, сколько красоты вы привнесли в этот мир и как много людей научили хорошему. Вот здесь небольшая ремарка, потому что вообще в индустрии моды, создающих людей красоту, по профессиям очень много. Есть непосредственно дизайнеры, есть конструкторы, есть технологи, есть специалисты в фэшн-индустрии, фэшн-фотографии, стилисты и так далее. А у меня уникальная профессия в этой нише. Я материаловед. Я, ко всему прочему, изучаю текстиль. И это главное детище всей моей жизни, потому что, ну, прекраснее текстиля для одежды просто нет ничего. А вот как его применить, как работать с текстилем и что он дает для дизайнера, вот это вот уже, ну... Это ваша рука. То, чем я занимаюсь, да, уже много-много лет. С какого возраста начался этот интерес и с чего именно? Сказать, что интерес был сформирован детством, наверное, нет. Детство было многоплановым, потому что меня интересовало все. И меня очень интересовала живопись. Я очень любила ходить по музеям. А вот у меня бабушка моя, она была портниха. И в семье никто не любил портновское дело, потому что, ну, это не всегда чистый пол, это не всегда ухоженная квартира, потому что шитье это... Процесс. ...будем говорить не совсем о культуреное пространство. А мне доставалась самая некрасивая работа. Мне надо было что-то распороть, мне надо было что-то подправить. У тебя, мол, глазки хорошие, вот давай. Поэтому сказать, что я любила это дело, нет, неправда будет. Но я была посвящена в это. А вот полюбила я как раз свое, даже не на первом курсе института. Я полюбила уже гораздо позже, на третьем курсе института, когда я собиралась уходить вообще из профессии. А что же произошло? А мне не нравилось, мне было неинтересно. И когда преподаватель просто взял меня и сказал, тогда ты будешь изучать текстиль. И вот когда я окунулась в текстиль, я увидела живопись, я услышала музыку, потому что без музыки впоследствии я просто не могу представить дизайна. И в результате все слилось, то, что было во мне по интересам, слилось текстиль. А когда еще практическое применение, когда текстиль непосредственно рождает диалог мастера и его творения. Текстиль может либо закрыться и ничего не дать, либо наоборот открыть. Как путь, как создание он дает. И поэтому до сегодняшнего дня у меня услышат мои студенты, когда я говорю, берете в руки материал, и с ним разговариваете. И вот тогда он даже самый-самый-самый, не ваш, он откликнется, откроет ворота и пустит вас в творчество. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, насколько сильный, насколько явный по вашему наблюдению оказывается связь, нравлюсь себе в зеркале, мне нравится весь мир. То есть от внешнего к внутреннему есть этот мостик? Насколько он крепкий? Безусловно. И вообще любому человеку его отражение в зеркале это тот самый мостик для радости жизни и вообще чувствовать себя счастливым. А в данном ключе только про женщин идет речь, или? Нет, нет. Просто они долгие годы, особенно в нашей стране, считалось неприличным. Мужчине нравится самому себе. И это были другие стороны мужественности. Это отсутствие должного, щепетильного внимания к своей внешности считалось пороком. А сегодня ворота раскрыты. То есть мы можем позволить мужчинам вот этот вот важный такой момент нравится себе, нравится окружающим, а значит доносить те глубокие мысли, которые они хотят донести нам в своей жизни присутствию и деятельностью. Это вот точно. И последнее предложение, оно настолько откликается во мне. Вот на мой взгляд, скромный взгляд непрофессионала в этой сфере, одежда это такой яркий язык невербального общения с окружающим миром. Очень. Хотел бы ты или нет, но внешним видом одежды, цвет, фасон, состояние этой одежды так много можно о себе рассказать, даже не догадываясь об этом. И еще такой момент. Мы все редко или часто покупаем одежду, так вот почему бы не обращать внимание при этом, чтобы одежда украшала, чтобы одежда подчеркивала правильность пропорций или создавала вот эту оптическую иллюзию, что пропорции эти правильные. И чтобы она, собственно, об обладателе этой одежды говорила нужные вещи. Об этом так мало людей задумывается. Мы сейчас тронули такую важную мысль, именно мысль 21 века. Ведь весь 20 век нас одевал одинаково. Пусть даже гениально, но одинаково. И на этом строилась индустрия моды, когда нам давали что-то новенькое, например, из журналов, из показов там еще. И мы все это отождествляли ровно с собой. И вдруг приходит 21 век и говорит, а мы-то разные. И если это даже гениально красиво, а я не хочу. Я могу даже сказать, тебе нравится? Да. А купишь? Нет. Потому что я другой. И вот этот разный портрет потребителя, по его разным индивидуальным психотипам, особенностям, вкусовым, он сейчас наиболее полно отражается в новой индустрии моды. Я сегодня завидую безумно своим студентам, потому что нас учили по-другому. Нам давали стереотипы определенного модного образа. А сегодня нет. Ты сам формируешь модный образ, исходя из того потребности того клиента, потребителя или воображаемого потребителя, которого ты строишь. Ты даже портрет его рисуешь. А вот насколько ты правильно попадаешь, это уже профессиональная работа. Это, конечно, уже то самое, которое потребует много знать, уметь и понимать в дизайне костюма в том числе. Мода и стиль – это разные понятия. Что, на ваш взгляд, важнее? Конечно, стиль. Конечно, стиль, потому что сегодня пришло еще новое понятие. Длинная мода, медленная мода. И это не значит, что я буду носить что-то много-много лет для того, чтобы не покупать новое. Это совсем интереснейшее явление, с которым только-только мы будем сталкиваться. мы возвращаться, что-то возвращать, что-то приобретать новое. Когда вещь живет долгой жизнью, но радует вас каждый день, открывает себе совершенно по-разному. Это и инновационные материалы, которые могут давать разный, предположим, цвет от вашего ожидания, от вашего самочувствия. Это может быть просто настроение, когда я могу сам что-то убрать, как исчезающий фломастер. Я могу сегодня написать себе на груди красивую фразу. Но она тоже мимолетная, хотя вещь остается. Но и плюс столько нового, которое рождает такое понятие тактильности одежды. Она может подстраиваться под наше самочувствие, под наше настроение, под нашу физику. И здесь опять материалы новые. Кантастические картинки оживают, становятся реальностью. И когда у меня сегодня студентка хотела сделать, очень хотела сделать одежду с распускающимися цветами, чтобы она на конкурс принесла одежду, а она распустилась, предположим, одуванчиками в нужный момент. Вот просто так. Это реально? У нас не получилось, сразу скажу. Но она затратила на это несколько месяцев. Хотя в моей жизни уже были такие положительные эксперименты, когда у нас расцветала сумка. Как интересно! Конкурс, да. И это тоже то новое, что приносит нам текстиль, технологии, новая одежда. И поэтому, когда мы говорим длинная мода, это не мода одной вещи на десятилетие. Это мода, которая позволяет нам каждый день себя удивлять. А технологии? Ну, они новые технологии, конечно. Про комфорт материалов вы сказали. В данном ключе мы по-прежнему продолжаем говорить только о натуральных материалах? Нет. Сегодня всем вариантам синтетических тоже можно сказать, да, из них уже выбрать группу, которая будет соответствовать тому, что раньше было. Это только хлопок, шелк, лен и так далее. Видите, в чем дело? Ведь мы же 20 веком и вот этой мощной индустрией производства одежды, которую мы гениально сделали, человечество придумало, как много сшить сразу одежды и всех одеть. Мы же тем самым много бед сделали и планете в том числе. И когда мусорные свалки из одежды, как второй фактор загребзнение Земли, это тоже факт. И не просто ее выбросить, утилизировать или переработать, а здесь еще надо вырастить этот хлопок, лен, шерсть и шелк. И технологии такого масштаба достигли, когда натуральный шелк, например, и коконы теми же самыми антибиотиками питаются, чтобы быстрее расти, чтобы быстрее плодиться. То же самое было и с животноводством, то же самое было и с растеневодством. И натуральное и природное это два новых термина. То есть природное есть, а натурального очень мало. То есть того, кто давал бы те самые комфортные свойства, о которых знало человечество все эти тысячелетия, они в какой-то степени стали теряться. И в результате, а взамен-то что? А взамен пришла прекрасная синтетика, прекрасные химические технологии. И сегодня, будем говорить, целая плеяда нового текстиля, который обладает свойствами лучше, чем натуральные. И в глобальной картине они оказываются более комфортными, комфортнее для человека и более безопасно для экологии? Совершенно верно, потому что они могут менее ресурсозатратно. Они могут перерабатываться, их легко перерабатывать. Хлопок не так легко перерабатывать, как нам кажется. Здесь есть много проблем. И даже вот сегодня мы говорим о моде и экологии. Что будет модно? Пуговица или замок? Тесьма-молния. Вот простой вопрос. А что будет? Конечно, пуговица. Потому что отпороть молнию для переработки того же комплекта одежды сложнее, чем отрезать пуговицы, переработать тот же комплект одежды. Вот, казалось бы, мелочь, а сразу даёт тенденцию о том, что пока за последние недели моды в Париже, в Англии, в Италии и так далее, и так далее, сейчас в китайской неделе очень много пуговиц, причём пуговицы становятся очень декоративные, красивые, выразительные. Мужской пиджак, вот мы сейчас говорим. У меня есть возможность, наверное, и пуговицы тоже вторую жизнь потом приобрести. Конечно, конечно. Как интересно. И даже мужской классический пиджак, там просто двурядья, иногда трёхрядья, четырёхрядья идёт. Это очень интересно. В женском костюме тоже красиво это становится. А был уже период, когда пуговица была чуть ли не главным атрибутом в 80-е годы, атрибутом вот этой красоты, элегантности, необычности. И женщины искали пуговицы, чтобы отличаться одна от другой по пуговицам. Было ещё период после 80-х, это 90-е, знаменитые на постсоветском пространстве своими дефицитными годами. И здесь другая теория в историческом срезе известна. Дефицит рождает бум интересных идей. Но тогда этот бум интересных идей перекочевал в дома. Появлялись журналы с выкриками, появлялись вырезки из газет с различными идеями рукоделия. Помню, что у нас дома тоже перешивались и пальто, и платье, и мне из взрослых вещей что-то детское делали. Из платков могли там костюм целый создать. Как вы считаете, вот времена кризиса и какого-то дефицита, они действительно рождают гениальные, интересные идеи? Или это всё-таки тупиковая ситуация, когда просто вынужденная мера что-то придумывает? Я просто... Недотворчество. Знаете, немножко рада тем санкциям, которые сегодня нам Европа грозит с точки зрения закрытости. Нет, я за общение, я за диалог и любые профессиональные контакты, они всегда обогащают. Но когда есть реальная возможность возродить концептуальный дизайн России, когда индустрия моды, а это очень такой коммерческий продукт, шла за тенденциями международными почти в прямом контексте, то именно сегодня есть у наших молодых дизайнеров возможность рождению собственной новой моды. Громадный шанс создать новую российскую моду, а моя мечта сибирскую моду сделать. Я не беру этнику в чистом виде, а именно сибирский дизайн, который рождает новый взгляд на моду, новые концепции, новые линии, может быть, новые отношения, философию одежды. Вот здесь я жду прорыва. Мода – это только для женщин, мода – это только для молодых. Откуда все это? Ну, мы ломаем этот стереотип, и вот второй год мы проводим к 8 марта, одеваем наших самых лучших женщин университета именно в костюмы, созданные студентами, которые еще недавно шли как защита курсовых, и за которые им ставили оценки. И если у нас в прошлом году это было такой сенсацией и сопротивлением, то в этом году наши сотрудники ждали этого праздника. Коллекция, которая… Ну, она создавалась для подиума, она не носибельна, ее нет. А когда мы ходили, оказывается, это все носибельно. Приглашаю вас и на следующий год, на 8 марта. Разрешите что-нибудь примерить? Ой, даже сегодня. Тогда прекрасно. Пожалуйста, наверху. Вот, вы знаете, мы сейчас так не запланировано, с моей стороны не запланировано, я рада, что у нас вот таким хорошим потоком беседы идет, и именно в эту точку мы пришли. Хочу вас вот о чем спросить. А считаете ли вы возможностью как можно меньше покупать, но при этом выглядеть достойно, уникально и интересно создание вот специальных персонализированных вещей, ну, раньше это говорили индивидуальный пошив, является ли это способом немножечко обмануть индустрию моды и меньше быть, ну, какое-то время подверженным желанию покупать что-то из масс-маркета, потому что вещь твоя уникальная, она будет долгоиграющей в твоей гардеробной капсуле, она морально не устареет, быть может. Построить себя и создать себя, да? И тот самый яркий девиз тех, кто сегодня за экологию, лучше это не значит больше. То есть мы можем, да, как-то вот обмануть эту тенденцию и создавать что-то индивидуальное. Хотела бы... Это маневренность гардероба. Сегодня мода это позволяет, у нас есть такая возможность. Если 10-20 лет назад был четкий регламент, костюм тройка, это должно быть то-то, то-то, а сегодня мы можем одеть другие брюки, мы можем комбинировать цветом рубашки, мы можем закатывать рукава, мы можем не одеть брюки, одеть джинсы, мы можем в конечном итоге даже в мужском облике внести каждый день свои новые ноты. Другое дело было желание это делать. Вот это уже следующий этап. А женщина немножко проще в этом. Она может создавать самые яркие образы из того, что у меня есть, меняя и комбинируя бесконечное количество раз. Что для этого иногда требуется? Очень немного аксессуары, очень немного макияж, вообще настроение, когда она может менять гардеробную. И это работает великолепно, дает свои хорошие плоды. Хочу отметить, что студентов вашего факультета на улицах нашего города, но особенно здесь, в округе, мне кажется, очень легко узнать из потока окружающих. А вы в своей обычной жизни включаете ли вы вот эту способность, этот талант, эту возможность прочитать по человеку, по тому, как он выглядит, сферу его интересов, возможно, и что-то более подробное. К сожалению, к великому, пока еще Новосибирск не славится такой индивидуальностью. Но есть, вот вечером, когда по Красному проспекту идешь, очень интересные образы уже встречаются в Новосибирске, когда вот то, о чем вы говорите, когда действительно можно прочитать человека, его характер, его наклонности, его особую жизненную позицию. Это, ну, наверное, да, приходит и в Новосибирск в том числе. Наши студенты, мои студенты, они, конечно, стараются это реализовать уже в сегодняшние дни на себе. И в университет можно приходить в свободной форме одежды. дресс-код, дизайн костюма не ограничивает их в комплектации одежды. Но если, конечно, не выходит это за социальные нормы дозволенного. А так, конечно, конечно, они чаще всего носят свои вещи. Вот если сегодня пофантазировать и будет такая возможность у вас, какие краски вы бы добавили на улицы нашего города и вспоминая вот образы прохожих, когда мы оказываемся где-то в потоке людей, какими красками вам бы хотелось разнообразить эту картинку? Вот вы знаете сложный вопрос. вы мне задали. Я бы даже сказала очень сложный. Потому что есть, нравится нам или не нравится индустрия моды по цвету. И это связано не только с желанием красоты, гармонии, каких-то новых цвета, ощущений. Это еще связано с бизнесом производства тех или иных красителей. Это связано с бизнесом сопутствующих креативных индустрий. Например, помаду губную должны выпускать того цвета, как будут выпускаться костюмы, только потому, что это комбинируется вместе. И даже такие игрушки детские, автомобили мужские, будем и женские, они все выпускаются в единой гармонии. Туфли тоже должны попадать, хотя это совершенно другая отрасль, ободная производство. Но все должно быть в едином ключе. Поэтому цветовая мода, она существует еще с точки зрения бизнес-процесса, чтобы все было у всех успешно. Почему так много серого? И на полках, в магазинах, и на улицах, соответственно? Перезагрузка цветовая. Потому что очень много было сезонов, когда было бирюзовое, розовое. Сейчас отдыхаем. Сейчас немножко. Бежевый, серый. Да. Сейчас вот это уже белый смотрится таким нарядным. Перезагрузка небольшая для нового покупателя, для нового человека, для новых ощущений. И больше будет синего, такого строгого вкрапления красного, активного, желтого. И в первую очередь это будет на детском ассортименте. Вот там. Потому что мамы будут смотреть на своих детей, они для них всегда прекрасны. Они будут смотреть в новом палитре и уже потом переходить. И мужчины, это будут автомобили, это будут средства передвижения, это будут самолеты. То есть там, где мужская логика будет четко. Ну это же, это же для нас. Поэтому женщины будут смотреть на мужчин и тоже потихоньку переходить к этому. И начнутся более чистые цвета. А я вас приглашаю в наш небольшой Блиц опрос. А после нас ожидает вторая часть программы. Ну а Блиц это традиционно пятерочка коротких вопросов. Отвечать на них прошу коротко, быстро. Если даже это будет сложно сделать, постарайтесь. Поехали. Что вы цените в людях? Искренность. Что такое красота? Вопрос такой, знаете, емкий. Но если коротко. Счастье. Счастье. Ее любить. Просто любить. Вам хотелось бы заглянуть в прошлое или в будущее? Я хочу в будущее. В будущее. Мне интереснее. И вопрос вот такой еще. Каверзный. Что плохого в дурном вкусе? Разочарование. Огромное спасибо. Евгения Петровна, предлагаю сейчас поговорить о фестивале Красный проспект, который в этом году пройдет с 15 по 25 апреля, если я не ошибаюсь. Это та возможность для студентов почувствовать себя еще ближе к профессионализму и уже продемонстрировать свои коллекции, свои наработки, свое творчество. Но подробнее расскажете вы, и я думаю, что это всегда какое-то незабываемое шоу. Это праздник для всех. Для участников и для зрителей. Только не для студентов. для них это очень большая работа и очень большая ответственность. Не всегда это радость, иногда это слезы. Фестиваль каждый год проводится. Каждый год, восьмой год уже фестиваль. И здесь надо отметить, что опять уникальность фестиваля Красный проспект. у нас нет только дизайна костюмов. У нас есть фестиваль искусства, промышленного дизайна, архитектуры, живописи, монументального, и в том числе и дизайн костюмов. То есть все сферы университета, они все на одной площадке проходят с разными буквально окнами своего. У нас большая конференция научная, у нас большой, очень деловая программа, столько спикеров. Я приглашаю, пожалуйста, дистанционное подключение. Можете прослушать. Кстати, конкурс наш тоже транслируется дистанционно, и можно посмотреть, и в этом уникальность его, потому что в прошлом году меня удивило, что нас смотрели по миру. То есть неожиданно для нас нас смотрят. А тема какая-то есть у фестиваля? Каждый год есть какое-то? Ну, в этом году у конференции есть, это искусственный интеллект, мы впервые вступаем в эту нишу. Добрался и до этой сферы искусственный интеллект. Да, потому что это новый инструмент, и мы рассматриваем ее как одна из возможностей, в том числе и помощи, и, может быть, нового взгляда на дизайн, почему нет. Но в целом любой конкурс, это, особенно в дизайне костюма, я здесь уже буду говорить непосредственно о своем, это возможность увидеть со стороны свое произведение. тебе тут же могут дать оценку. Рядом стоящий, я даже не беру жюри, рядом стоящий человек, простой, обыкновенный гость, потому что мы много приглашаем, пожалуйста, у нас открытая площадка, и вдруг ты слушаешь, что говорят, а говорят, а я не знаю, а это что? И вот в этом отношении тренировка своего я, она просто в обязательном порядке для своего дизайнерского становления. А завтра я сделаю лучше, я все понял. А слезы льют? Ой, льют, конечно, льют. Комната плача у нас есть, она законная, проходит, некоторые даже пишут, пишут количество, сколько раз они прошли комнату плача. Дизайн костюма это очень большое количество эмоций. И вот они переживают, а еще коллективно, они там как муравейник, придите, у меня иногда в маленькой комнате по 100 человек. Там и модели, тут и дизайнеры, тут и одевают, тут и стилистика, тут и что-то. И вот где интересно снимать фильм. Что же происходит там? С чего все начинается? все начинается? Вы сказали однажды, что дизайнер живет своим творением полгода, если он его не показал, то внутри остается пустота. То есть через это обязательно нужно проходить. Это обязательно. А когда я стараюсь, чтобы любое творение было не единожды показано, и поэтому мне очень хочется, чтобы конкурсов было больше, чтобы можно было обмениваться, чтобы они были под разными тематиками. Ведь что такое дизайнер костюма? Это сегодня не только творец нарисовал и сделал, это еще презентация своей модели, это умение донести, поэтому мне, например, интересно, это журналистика модная, в том числе рассказ, потому что сегодня фактически нет конкурса, например, модных журналов, где можно донести информацию, и те же самые дизайнеры должны получать эти навыки. Кто знает, жизнь длинная, может быть, они на эту нишу встанут в своем пути профессионально, а может быть, это будут фэшн иллюстрации, модные фотографии, они будут работать, представлять свои модели, и поэтому и этого конкурса хочется. Нет, у меня, если сейчас спрашивать, мне не хватит времени, чего мне хочется. Нам надо очень много конкурсов, чтобы поднять эту профессию действительно в профессиональном плане на те новые требования, которые возникают, но теперь еще о красном проспекте его уникальности, потому что есть еще дети, детский конкурс. И Дальний Восток, и Белоруссия, и Казахстан вот в этом году жду, и это будут регионы восточные. В прошлом году совершенно неожиданно для меня вот приехал Египет, как они узнали о конкурсе, кто им, я не знаю, но какие были работы, какая новая школа для меня было открытие. А с какого возраста дети могут принять участие? Ну, самых маленьких мы в этом году не берем, потому что это хлопотно очень, хотя в прошлом году, ой, до пандемии были прям совсем крохотулечки выступали. Вот такие модельеры? Да, потому что у нас очень много детского творчества. Фантастика. У нас очень много в Новосибирске и вообще на российской площадке, в сибирской площадке очень много детских студий, где дизайн костюма просто вот создает свою нишу, им где-то надо показывать, а им надо точно так же выражать свои эмоции. И расти. И расти. И когда вот эти детки приходят, собираются здесь, ну, это не важно, это с одной стороны хлопотно, потому что здесь весь университет бегает с мамами, с бабушками, с ребятишками, они одеваются и выходят на подиум. В прошлом году, когда из Кубани приехала группа, и они вышли, не просто вышли на подиум, они вышли в Сибири, они приехали, они летели на самолете, они прилетели, и вот они показывают, и это трепетность детская, но это просто. Они счастливые, они их видели, их слышали, их показывали по телевизору, ведь у нас работает экран, у нас будет работа трансляции, будет очень красиво. И поэтому детский конкурс это особая страница Красного проспекта, и очень бы хотелось, чтобы тоже дети наши как можно чаще могли показывать себя, учиться культуре костюма, культуре создания, культуре творчества, вот этого взаимодействия, как... Тогда уже и взрослым меньше придется объяснять, когда эти маленькие станут взрослыми. Гран-при в прошлом году получил у меня детский ребенок на конкурсе, и это было как бы моим в том числе. Но это было потрясающе. Маленький кусь. Да, да. Ваше предчувствие, какие тренды будут актуальны в ближайшее время, ну, на ту обозримую перспективу, куда ваш взгляд может быть обращен. То я тогда так, женщине будет медленно возвращаться женственность, а мужчине будет возвращаться мужественность. Хотя меня сейчас женщины сильные и крепкие скажут, а мне нравится мужской пиджак, пиджак мужа, одеть и, предположим, прийти даже на светский раунд. Я готова к этому, поэтому ей оставим возможность чувствовать себя сильной и в этом плане. Но так или иначе это кружево, это броши. Я беру аксессуарно. Это возможность выбрать цвет под себя. Это возможность найти орнамент свой. Это потихоньку возвращение каблучков, талии. и даже коллекции, которые сегодня так или иначе стали уже женский образ и его и образ братской гуры как бы прорисовывать. Хотя не все, но так или иначе тенденция намечается и она будет развиваться и дальше. Поэтому женщинам просто любить себя как женщину. Я вот главный тренд. А мужчинам вспомнить о том, что у них они ответственны за нас, за женщину. На них не снимаемая эта функция защитности нас, а нашего может быть завуалированной хрупкости и надежды на эту защиту. и поэтому вот эта возможность демонстрации тех же классических брюк, туфель, опять я возвращаюсь к обуви. Так или иначе вот это состояние гордости, что я мужчина и мне надо выполнить много-много функций, которые состоят в том, чтобы сберечь нас, женщин, они, конечно, будут проявляться все больше и больше в костюме. галстуки, возвращение галстуков. Не повсеместно, но они идут, и причем очень красивые галстуки, они идут и цветные, и крупные, и мелкие. Где-то галстук возвращается в бант, бабочку, это тоже возвращается. И вообще мужчина приобретает плечи, приобретает ту самую мужественность. Я беру крупными мазками, потому что так или иначе нельзя однозначно сделать единый портрет, потому что если камуфляжность тоже сегодняшняя черта мировой моды, я не беру даже локальные тренды, то оно будет приходить и в том числе например в набивку того же пиджака. Она может прийти в набивку обуви, и нам это будет нравиться, потому что это, предположим, будет совсем с другими шнурками, с другой платформой. но оно дает возможность другому образу мужчины почувствовать себя тоже мужественно. А если спорт, спортшик, он не уходит. Мне очень нравится, когда сегодня две позиции рассматриваются в том числе. Это первое, я человек планеты, то есть мы можем взять очень широкое понятие путешествия и возможности в спортшике внести те культурные ценности всех стран мира, в том числе России, когда это демонстрируется и это несется на себе с гордостью. И я вот за это. А в то же время мне очень нравится локальность, когда я радуюсь каждому элементу своего края. И это тоже очень ценно. Причем часто дизайнеры находят то, что не является абсолютным атрибутом культурного кода, как визитной карточки, а находят вот свое, новое, непохожее, у кого-то из детства, у кого-то из сегодняшнего, кто-то просто увидел новый ракурс своего края, своей земли. Но это прекрасно, это тоже отражение. И это тоже тот тренд, когда мы свое родное можем по-новому преподносить в коллекциях. Спасибо вам огромное. Я ответила на вопрос. Да. Огромное спасибо. Мне очень хочется вторую серию. Посмотрим, возможно, и случится, возможно, сбудется. Большое вам спасибо. Мне хочется вам пожелать педагогического терпения, творческого вдохновения, радости в жизни, хорошей весны, и пусть прекрасного, красивого вокруг будет еще больше. Большое вам спасибо. Я очень хочу, во-первых, это не мое заключение, а это сколько гостей разных стран я встречала в Новосибирске, отмечалось буквально каждому. Сколько красивых людей, мужчин и женщин в Новосибирске. Я хочу передать это всем новосибирцам. Пожалуйста, помните, что мы действительно внешне и внутренне очень красивые люди. А костюм, ну, будем отражать, будем работать. Пусть и костюмчик соответствует. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»